Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня мы будем говорить о развитии кинопроката в регионе. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Куб Гомель. Он служил в войсках Краснознаменного Белорусского военного округа. Старший сержант запаса. Трудовую деятельность начал в сентябре 1987 года слесарем на Гомтельмаше. После окончания университета в 1990 году принят на работу в Гомельский городской совет депутатов, где работал помощником председателя совета, специалистом и консультантом по международным связям. В 1996 году занял должность заместителя председателя комитета по делам молодежи Гомельского облсполкома. С марта 2002 года главный специалист управления информацией и печати облсполкома. В октябре 2002 был избран первым секретарем Гомельской областной организации БРСН. В нынешней должности с июля 2005 года. На вопросы, которые касаются деятельности Куб Гомельки на видеопрокат, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Александр Леонидович, я поздравляю вас и ваших коллег с наступающим профессиональным праздником, днем белорусского кино. Скажите, пожалуйста, порадовал чем-то в этом году белорусский кинематограф? Ну, если мы будем говорить кинематограф в широком смысле этого слова, то, наверное, нынешний год для нас можно оценивать как удачный, потому что кинематограф, он имеет составляющую как производственную, так и составляющую прокатную, которую представляю здесь, в общем-то говоря, я. Поэтому можно сказать, что для нас год удачный, у нас очень неплохими, с неплохими итогами заканчивает киносеть 2016 год, прежде всего с точки зрения экономических показателей, которые сегодня превалируют в силу разных причин. То есть, достаточно высокие темпы роста достигнуты по сравнению с прошлым периодом. Почти более чем на четверть мы увеличили объем наших доходов. Это не может не радовать, потому что это открывает определенные возможности для решения насущных вопросов, в первую очередь развития нашей материально-технической базы, ну и развития, конечно, социальной составляющей нашей подотрасли. Что касается белорусского кинематографа как производственной составляющей, то, наверное, хотелось бы больше активности от наших производителей фильма, потому что, в частности, наш флагман «Беларусьфильм» порадовал нас всего лишь одним кинопроектом «Государственная граница. Ложная цель». Но святое место пусто не бывает, и мы хотели бы отметить очень сильную активность так называемого негосударственного кинопроизводства, или, говорят иначе, независимых кинопроизводителей, потому что зрители нашей области могли увидеть такие работы, как и «Гараж», как и «Граф в апельсинах», которые, в частности, там очень удачно по ряду фестивалей, кинофестивалей работал, в том числе и был представлен на листопаде. И поэтому, в общем-то, работа продолжается. Конечно, документалистика. В этом году мы приобрели 8 документальных фильмов, киностудии «Беларусьфильм». Конечно, анимационные какие-то проекты были представлены. Но я еще что хочу обратить внимание, что в этом году значительную часть нашего пакета белорусских фильмов, которых мы выпустили, или, будем говорить, перевыпустили на экраны, составили работы прошлых лет. Мы купили у «Беларусьфильма» права на показ очень широко известных работ, которые уже зарекомендовали себя, именно фильмы прошлых лет. Такие, как «Город мастеров», допустим, такие, как знаменитые сказки Леонида Нечаева про «Красную шапочку». Все мы родом из детства. И вот в связи с этим особо хотелось бы отметить, что в октябре этого года, в октябре-ноябре, по нашим киноэкранам пошла ретроспектива фильмов нашего классика, киноклассика Виктора Турова, 80-летие которого отмечалось в этом году. И мы приобрели 9 фильмов, пакет фильмов Виктора Турова и документальный фильм, посвященный его творчеству, который прошел в наших кинотеатрах и наших кино-видеоустановках. Очень хорошо прошел. И вообще, мне кажется, это такой большой плюс и преимущество, возможность сходить взрослым с детьми на те фильмы, которые когда-то они видели в своей юности, в свои школьные годы, и как-то обсудить эти впечатления. А вообще, 17 декабря, что это планируется в афишах? Белорусская. Поскольку, к сожалению, еще раз говорю, Белорусский фильм нас не порадовал премьерами. Пройдут в кинотеатрах области кинематографические мероприятия, пройдут различные предсеансовые мероприятия. Конечно, показы белорусских фильмов будут. Ну, в частности, в нашем главном центральном кинотеатре пойдет специальное мероприятие, которым руководство предприятия Кинотавра, организатор главного этого мероприятия, заглавило, снимается кино. То есть, зрители, которые придут в четверг вечером в кинотеатр Калинина перед сеансом очередного нашего, к сожалению, не белорусского фильма, но вместе с тем достаточно ожидаемого, смогут увидеть, вот как-то внедриться вот в этот кинопроцесс. Потому что там такие вот сюрпризы готовятся. И будет интересно. То есть, тема кинематографии, тема кино, она у нас в той или иной степени будет представлена. Ну, мы традиционно с вами уже на протяжении многих лет, встречаясь в конце года, составляем такой своеобразный рейтинг самых кассовых фильмов по версии жителей Гомещина, киноманов. Как он выглядит в этом году? Ну, в этом году кассовый рейтинг, он, как всегда, не оригинален. Потому что первое место, первая топ-десятка, это, в общем-то, фильмы, которые мы называем жанров а-блокбастеры, то есть фантастические, как правило, такие крупные проекты, снятые, как правило, на основании, как правило, американских кинокомиксов. Это и, в частности, самый кассовый фильм пока это «Отряд самоубийц», фильм «Варкрафт» по мотивам известной компьютерной игры на втором месте. Конечно, это же мультяшки такие, опять же, кассовые наиболее известные мультяшки голливудские, лидером в этом жанре и на третьем месте «Тайная жизнь домашних животных». Это все фильмы, которые собрали в нашем прокате, в целом, по всем кинотеатрам области, сумму в деноминированных рублях более 100 тысяч рублей. Хотя мне, честно говоря, больше нравятся вне деноминированных фильмы-миллиардеры. И вообще у нас получается на данный момент вот 7 фильмов-миллиардеров. Кроме вышеназванных, это и «Дэдпул», «Доктор Стрэндж», «Фантастические твари, где они обитают» и «Зверополис». Немножко не дотянули «Первый мститель», немножко не дотянули «Бэтмен» и замыкает десятку самых кассовых фильмов. Вот, единственный российский проект «Экипаж». В принципе, тут еще мы ведем подсчет с точки зрения денег, как говорится, и с точки зрения посещаемости. Потому что, сами понимаете, там ценовой фактор играет. То есть, немножко отличается, потому что на первом месте по посещаемости у нас фильм «Тайная жизнь домашних животных». То есть, поскольку немножко цена была чуть-чуть поменьше, естественно, больше людей, а именно более 33 тысяч человек в кинотеатрах области посмотрели этот фильм. Вот. Ну и примерно, в принципе, все те же самые наименования, что я озвучил, просто немножко в другой последовательности. Первая тройка – это вот второе место – «Отряд самоубийц», третье место – «Дэдпул». То есть, поэтому, в принципе, все идет кассовое, то, что называется, кассовое кино. К сожалению, пока не белорусское. Будем надеяться. К сожалению, будем надеяться, да, что мы обсудим такой успех фильма «Миллиардера». А за долгое время, если брать в разрезе нескольких лет, то какой фильм был самым кассовым на Гомельщине? Можете вспомнить? Или может быть несколько таких? Ну, вы знаете, что самый кассовый? Нет, наверное, вот тот, что результат этого года, ну, если в абсолютном значении, то, конечно, «Отряд самоубийц» он самый кассовый пока. Но это не совсем корректное сравнение, потому что, сами прекрасно понимаете, допустим, сравнивать цены 2014 года, когда там выходили те же «Трансформеры» или там «Ледниковые периоды», «Мадагаскары», и сравнивать цены 2017 года… Ну, только по посещаемости, наверное, можно сравнить. По посещаемости где-то примерно все фильмы одного порядка, вот если мы говорим вот по этому коммерческому кино. Потому что, если мы говорим по некоммерческому кино или фильмы, которые работают в нашем широком прокате, в том числе и в районах области, потому что все, что мы назвали, это практически фильмы, которые работали только в цифровых кинозалах. А достаточно большой сегмент составляют, особенно в части зрительской аудитории, в части количества сеансов, это фильмы, которые работают в наших небольших городах и районах, в сельской местности, где показываются с альтернативных носителей, DVD, Blu-ray. В общем-то, вот эти фильмы, которые мы тоже закупаем в достаточно большом количестве, то есть это все легальный продукт, за который мы платим деньги, который соответствует всем требованиям закона об авторских и смежных правах. Но только уже чуть позже премьеры. Ну, премьеры чуть позже, да, но мы имеем возможность донести до очень широкой аудитории эти проекты. Спасибо, Александр Леонидович. Есть вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Вы уже в эфире, не прерывайтесь, говорите. Здравствуйте. Александр Леонидович, такой вопрос вот в отношении кинотеатра, так? Ну, я прошел, я родился в городе, я помню кинотеатр Буденного, кинотеатр был на стадионе Локомотив, но это все в прошлом, уже не найдем. А вот думается ли проводить строительство этих кинотеатров на Волотове, в 104-м микрорайоне, в 95-м микрорайоне, в новых микрорайонах? Конечно, это затратно для нашей киноиндустрии. Но, может быть, в этих залах можно днем проводить, а вечером уже сделать зал вечернего фильма, чтобы могли взрослые прийти, посидеть, посмотреть фильм. А днем пусть занимаются детки там в этом помещении. Так вот, планируется ли строительство таких вот залов, кинотеатров в этих микрорайонах? Спасибо. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Да, спасибо. Вопрос действительно хороший, как говорят по-белорусски, не обрыводы ВОКа. Вы знаете, что мы знаем, мы понимаем, нам сегодня катастрофически не хватает залов, в том числе и не только цифровых. И действительно есть возможность у нас организовать, мы хотим организовать где-то, в частности, в том же микрорайоне Волотова, 17-й микрорайон, 20-й, вот это вот, где зона очень такого спального района, там просится что-то такое, чтобы было у людей возможность, как говорится, шаговой доступности посмотреть фильмы. Но, к сожалению, вы правильно сказали, сегодня построить новый кинотеатр, это очень большие деньги. Во-вторых, подобрать специальное помещение, это тоже достаточно непростая тема, поскольку есть определенные требования, которые, ну, все же хотят прийти в кинотеатр, чтобы было уютно, хорошая картинка, тепло, чтобы была, ну, нормальная атмосфера. Поэтому не все помещения, которые можно использовать, подходят для кинопоказа. Вместе с тем тема есть, и я просто что хочу сказать, что у нас есть такая возможность, на сегодняшний день у нашего предприятия есть так называемые передвижные установки, как вот я говорил, активно очень используются в сельской местности для обслуживания агрогородков, где сегодня не всегда, допустим, рентабельно содержать того же видеодемонстратора, ту же стационарную систему. И в Гомеле у нас есть тоже такая. Если вы напишите, вот есть группа общественников, активистов, напишите нам прокат или позвоните по телефону 4038-49, мы можем где-то организовать, приехать и за небольшие совершенно деньги посмотреть возможность организовать в каких-то микрорайонах вот такие вот вечерние, как вы сказали, сеансы. И показывать, в общем-то, фильмы достаточно широкого спектра, начиная от новинок и заканчивая, простите, фильмами прошлых лет. В частности, я могу сказать, что, допустим, в этом году мы купили права на такие фильмы, как «Три тополи на плющихе», «Дом, в котором я живу», это фильмы, киноклассика советская. И они у нас есть, мы можем их реально показывать, легально, что немаловажно показывать. Поэтому спасибо, мы готовы, давайте можем проработать эту тему тоже. Спасибо. Есть еще один вопрос у нас на линии. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Значит, скажите, пожалуйста, судьбу такого прекрасного здания, как когда-тошнего кинотеатра «Юбилейный». Вы знаете, проходим каждый вечер, мимо его душа болит. Мужчина задавал вопрос, чтобы новое строить. Зачем, если построить такие шикарные здания? Вот судьба кинотеатра «Юбилейный» в частности. Тут же рядышком и Волотова. Сейчас сделали автобус проезд мимо «Динамо». Значит, вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Да, пытались возрождать этот кинотеатр в жизни. Было там кино совсем недавно. Пытались возрождать, и мы изучали этот вопрос. Была тема 2013-2014 год. Дело в том, что в конце 90-х годов это здание было передано в ведение Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, который, в общем-то, в конце нулевых годов пытался там возобновить кинопоказ и сделал это, возобновил. Потом была вторая попытка предпринята коммерческой структурой, которая пыталась там организовать. И, кстати, там был организован второй в республике и первый в Неминска кинозал цифровой с поддержкой в показах в формате 3D. Но, к сожалению, по экономическим причинам там показ был прекращен. Потом мы эту тему изучали. Конечно, все это тоже, ну, скажем, приведение в соответствие современными требованиями, вещь достаточно затратная. Но экономическая ситуация, возможности бюджета не позволяют сегодня, ну, изыскать те ресурсы в необходимом объеме, чтобы восстановить там кинопоказ. Вот. И, насколько мне известно, в настоящее время, ну, по крайней мере, в текущем году рассматривался вопрос, было обращение Министерства здравоохранения в адрес Министерства образования, соответственно, в адрес местных властей Гомельской области о том, чтобы передать этот кинотеатр для учебного и лабораторного корпуса Гомельского медуниверситета. Я не знаю, вопрос решился или нет. Вот. Но вместе с тем, ну, вот так. Вот так. Ну что ж, далее я предлагаю выслушать мнение гомельчан. Посещаете ли вы кинотеатры? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к людям на улицах. Давайте посмотрим. Иногда ходим, посмотреть надо. С детьми иногда, иногда компания. Всяко бывает. Вообще кинотеатр, считаю, нужная вещь. Очень интересно. И старые фильмы хотелось бы, чтобы показывали иногда. Не только там новые, но и старые. Я не хожу сейчас в кинотеатр. Вообще не хожу. Почему? Потому что уже по возрасту не хочу. И несколько. Сейчас нет. Просто живу далеко, а у нас кинотеатр не работает. Да, ходим в кинотеатр, в мир. Часто. Очень часто, каждую неделю почти. Фильмы разные смотрим. Российские фильмы разные. Американские, французские. В принципе, все. Очень часто на мультики ходим с младшей сестрой. Да. Также очень хорошо у нас. Мы часто с классом ходим в ВИП-комнату, в ВИП-зал. И вот нам включают как бы там на заказ фильмы. Кинотеатр, вы знаете, очень давно не ходила. Потому что сейчас все отдаем. Мы предпочтение как бы пенсионеры телевизору. Цены в кинотеатр как бы стали дороже сейчас. И все. И поэтому не каждому, как говорят, по карману это пойти. Что проще посмотреть. Дома программ очень много. Много хороших передач уже у нас по телевизору. Один раз ходила. А больше не хожу, потому что другим делом занято. То на хор иду, то на выступление какое-нибудь. Не хожу некогда. Но не хожу. Я кизра мало смотрю. Работы много. И не очень некогда заниматься кинотеатрами. Я вообще в кинотеатр ходила, пока не было детей. Сейчас, конечно, с ребенком это намного сложнее. Ходим на все премьеры. Елки скоро будут. Пойдем. Обязательно пойдем. Российский фильм. Традиционно. Ходим. Вы смотрите Диалог. Мы в прямом эфире. Говорим сегодня о работе кинотеатров. И у нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я вот из города Светлогорска вам звоню. Хотел бы узнать. У нас закрыли кинотеатр. И говорят, по слухам, хотят сделать из него боулинг. А как бы в кино хотелось бы сходить. Спасибо большое. Я думаю, что можно совместить, да, боулинг и кино. Да, это, кстати, неплохая комбинация. И она в России, в частности, используется достаточно часто. Да, вы знаете, я вот только буквально перед эфиром вернулся из Светлогорска, где мы обсуждали эту тему. Там действительно сложилась такая, может быть, для нас не очень приятная ситуация. Но вместе с тем, в общем-то, было принято решение о том, что кинотеатр, он на месте кинотеатра должен появиться торгово-развлекательный комплекс с соответствующим современным требованиям. В том числе, в решении исполкома, как обязательное условие к новому инвестору, это открытие в этой структуре этого комплекса цифрового кинозала. Но, естественно, ждать же нужно. И вот мы вместе с руководством исполкома занимаемся решением этого вопроса. Идет подбор возможных вариантов для размещения зала цифрового кинопоказа. Причем, я подчеркну, что именно цифрового. Потому что кинотеатр, он работал, но он, к сожалению, работал еще в таком формате, ну, то, что называется DVD-носители, паблик-видео. Это называется публичное видео. Поэтому тему мы эту знаем, темой этой очень активно занимаемся. И я очень надеюсь на то, что в 2017 году все-таки мы сможем пригласить жителей Светлогорска в свой светлогорский цифровой кинозал. Поверьте, для этого делается все возможное, чтобы вопрос этот решился. Спасибо большое. Я хотела бы обсудить все увиденное в вопросе. Многим, к сожалению, многие делают выбор не в пользу кинотеатра, а в пользу телевизора. И сегодня спутниковые каналы дают возможность видеть фильмы самые разные, в том числе и те, которые, ну, вот только-только вышли в прокат. А мешает ли это вам, как вы считаете? Вы знаете, я не могу сказать, что мы чувствуем, что нам мешает телевизор. Ну, это данность. Мы ничего не можем здесь сделать. Точно так же, как я не могу сказать, что нам сильно мешает интернет. Дело в том, что в городе Гомеле сложилось, и в районных центрах тоже, и вот пример Джлобина в этом году вновь открытого кинотеатра нам это подтверждает. Сложилась определенная группа людей, достаточно устойчивая группа людей, которые предпочитают смотреть фильмы только в кинотеатре. Дело в том, что просмотр фильма в кинотеатре – это немножко другая атмосфера, это немножко другое качество потребления кинопродукта, если хотите, скажу так. И если говорить уже как сфера кинобизнеса, то последний, простите за это модное слово, тренд или, говоря по-русски, тенденция, новинка, то, что действительно может создать конкуренцию – это развитие так называемого видео по запросу. То есть, когда сегодня люди имеют возможность, вот этот вот самый премьерный фильм, о котором вы сказали, на совершенно легальной основе, за небольшие деньги, заплатив небольшие деньги, посмотреть в интернете в хорошем качестве, либо у себя на телевизоре, вот здесь, мы именно имеем опасность того, что наше преимущество, а именно репертуарный, вот этот премьерный репертуар, оно немножко может быть снивелировано. Но вместе с тем мы работаем, боремся, и вообще подход сегодня такой. Кинотеатр должен стать местом отдыха. Это не место потребления кинопродукта, это место, где приятно, куда будет приятно приходить. Ну, очень хорошая аналогия, как церковь. Конечно, может, она не совсем корректная, но это место, куда люди ходят по велению души и сердца. Ну, единственное, что платят для этого небольшие деньги. Анонс кинопремьер представим чуть попозже. Пожалуйста, не уходите от экранов, а пока хочу немного к другой теме перейти. Завтра посетители кинотеатра Калинина смогут оценить его обновленный интерьер. Ну, а мы с вами можем сделать это прямо сейчас. Давайте посмотрим сюжет. В этом же году очередь дошла до фойе, построенного в том же 68-м, на месте городского фонтана. За три месяца за собственные средства для зрителей создали новое зазеркалье, своеобразный вход в сказочный киномир. Хочет попасть в сказку, в сказочный мир иллюзий, в зазеркалье. Поэтому у нас и колонны оформлены зеркально, плитка зеркальная вся, пол в таком вот виде. Я считаю, что попроще можно было бы, но необходимо смотреть немножко вперед, чтобы потом не делать усилий, чтобы догнать уходящий поезд, ну, даже в части вот комфорта для зрителей. Новый дизайн фойе, разработка исключительно работников кинотеатра, изменили практически все за одним исключением. Учитывая историческую и художественную ценность, в первоначальном виде оставили только мозаику. Теперь, говорят, такого уже никто не делает, да и традиции предшественников необходимо сохранять. Дизайнерские идеи кинотеатра нашего, фойе кинотеатра, рождались спонтанно, можно сказать. Где-то подсмотрели, увидели, где-то в кино картинку заметили, спорили, начинали вот со стены, а к ней привязывались уже дальше. Новое ограждение, зеркальные колонны, все шло постепенно. Видео-центр «Минион» можно считать еще одним проектом этого года. Раньше в этом здании был видеосалон, в котором тоже демонстрировали видеофильмы. Однако теперь разговор о совершенно новом уровне, начиная с новичия нового оборудования. В данный момент это самое современное оборудование, это вот новый проектор, он как раз предназначен для работы в малых залах. То есть такой, как у нас здесь. То есть конкретный контент, который присылается из Москвы, из Минска. То есть это фильмы на цифровых носителях. Открытие видеоцентра, а по сути мини-кинотеатра, продиктовано в первую очередь жизненной необходимостью. В этом микрорайоне Гомеля учреждений культуры такого профиля нет. При том, что кроме плановых демонстраций, центр выполняет еще и социальные функции. На День инвалидов, например, здесь организовывали бесплатные показы для людей с ограниченными возможностями. На День пожилых людей для пенсионеров. Плюс сеансы по сниженным ценам для школьников. Понемногу люди начинают приходить сюда, к нам в зал, потому что нравится само качество изображения, которое считается, наверное, все-таки лучшим в Гомеле. Из-за того, что зал небольшой и очень большая контрастность и качество изображений намного лучше в малом зале, чем в большом. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня генеральный директор коммунального унитарного предприятия Гомелькина видеопрокат Александр Лавриненко. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы, во-первых, присоединиться к поздравлениям с тем, что 17 декабря будет отмечаться День белорусского кино. Сказать спасибо за ту сеть, которая, собственно говоря, создана уже сейчас и продолжает развиваться. И у меня несколько вопросов. Первый, значит, планируется ли установка в кинотеатре Калинина оборудования для трансляции 3D кинофильмов? И второй вопрос. Вот сейчас посмотрел как раз сюжет об обновленном фойе кинотеатра. У меня возник такой вопрос на отвлеченную тему. Вдохновлялся ли автор этого проекта творчеством режиссера Дэвида Линча? Потому что очень напольно покрытие напомнило пол из красного юглама в Инфиксе. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Интересные вопросы. Александр Леонидович. Значит, тема по 3D, она у нас прорабатывалась у Калинина, но там с учетом масштабов зала необходимо использование именно системы активных, так называемых, они бывают очки активные и пассивные. Вот активные, которые, к сожалению, очень дорогие. Там цена вопроса порядка 50-60 тысяч долларов для того, чтобы дооснастить этот кинотеатр показом 3D. Но вместе с тем я хочу обратить внимание на то, что в последнее время и в мире, и у нас в частности проявляется такая тенденция, когда определенная аудитория уже предпочитает смотреть фильм без очков в формате 3D. И внимательные наши зрители, активные, могут обратить внимание, что очень много проектов одновременно у нас выходят как в формате 3D, либо в кинотеатре «Октябрь», кинотеатр «Мир», так и в формате 2D в кинотеатре имени Калинина. То есть, чтобы был выбор у людей, посмотреть в каком качестве, потому что есть всякие, как говорится, особенности восприятия. Вот, поэтому тема, она прорабатывалась, она не снимается пока с повестки, а точно так же, как, возможно, у нас и прорабатывалась тема по установке системы звуковой «Атмос» в городе Гомеле. Это особая система звука, которая позволяет получить больший эффект звуковой. Присутствие? Да, эффект присутствия, да. Эти вопросы обсуждаются, прорабатываются, но, скажем, по мере возможностей, по мере спроса, я думаю, что, может, даже и в 2017 году мы к этой теме вернемся и приступим, реализуем ее. Что касается творчества Дэвида Линча, то я могу сказать, что там еще и фигурирует и Тим Бертон там со своими Алисами и так далее. То есть, ну, у каждого ассоциации свои. И если вам понравится вот это дизайнерское решение, а мне кажется, что по сравнению с тем, что было действительно, это шаг вперед, это абсолютно новое восприятие вот этого кинотеатра. Поэтому мы очень рассчитываем, что публика благосклонно отнесется вот к этому, будем говорить, даже экспериментальному, в определенном смысле этого слова, варианту. И действительно, я хочу подчеркнуть в сюжете, что это дело рук действительно коллектива кинотеатра именно Калинина. Никакие проектанты, никакие там супермодные дизайнеры не привлекались. То есть, вот люди сами определили вот это вот, то, что называется, визуальное решение. Ну, сколько же придется мыслить эти зеркала, чтобы они оставались в таком безупречном виде, потому что иначе никакого зазеркали. Ну, дело в том, что есть какой момент, что мы знаем, чем красивее место, тем это более дисциплинирует публику. И действительно, там, где чисто красиво, желание сорить, мусорить и гадить иногда, извините, само собой пропадает. Посмотрим, ремонт кинотеатра коснулся только внешней части фойе или технически тоже? Ну, дело в том, что в кинотеатре именно Калинина уже многое сделано. Там, технически, вы видели, и зал там был, предыдущий этап работы в зале, это, по-моему, в 2014 году. Вот, и переоснащение цифровым оборудованием. Единственная наша больная точка по кинотеатру Калинина – это малый зал. Малый зал, который у нас, к сожалению, пока нет возможности приступить к его ремонту, хотя, опять же, не далее, как сегодня, мы с начальником главного управления облосполковой Марии Викторовны Довгал обсуждали эту тему. Есть понимание проблемы, есть желание помочь, изыскать те необходимые ресурсы. Дело в том, что кинотеатр Калинина – это памятник архитектуры. То есть, в связи с этим, к нему предъявляются дополнительные требования в части качества производства работы. Она, фактически, где-то уже на грани реставрации. А это серьезнейшим образом удорожает проект. То есть, там можно говорить о том, что то, что можно в обычном кинотеатре сделать за рубль, там может стоить и два, и три. Поэтому это очень дорогостоящие дела. Но мы очень надеемся, что у нас все-таки получится это. Скажите, пожалуйста, ваши планы по переснащению цифровым оборудованием кинотеатром области, как будут дальше реализовываться? Ну, они будут реализовываться, в первую очередь, с точки зрения наших возможностей государства, экономических возможностей государства в реализации этой темы. Вот. Мы… Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что сама по себе оцифровка, она не дает того эффекта. То есть, решение должно быть комплексным. Необходимо, прежде всего, привести в надлежащее состояние сам зал, сам кинотеатр, чтобы туда было действительно красиво, комфортно зайти. И потом уже, это уже дополнительный штрих, это цифровое оборудование. Тема эта тоже у нас постоянно на… То, что называется на повестке дня, она не снимается. Мы очень завидуем нашим коллегам из Минской области, которым удалось в этом году оцифровать все кинотеатры. У них 18 их. Ну, будем надеяться, что в следующем году, вот в этом году у нас два цифровых зала открылось, в следующем году мы все-таки и Светлогорск откроем цифровой зал. И, может быть, если позволят возможности, приведем в порядок какой-то из кинотеатров, закончим. У нас есть варианты разные, я не хотел бы называть, чтобы не вызывать ненужного ажиотажа, но они есть, поверьте, по оцифровке дальнейших кинотеатров. Тут еще, понимаете, есть экономическая составляющая, потому что комплект цифрового оборудования стоит, говорят, неденоминированным, больше трех миллиардов рублей. Простите, больше полутора миллиардов рублей, поэтому важно, чтобы это оборудование, оно окупалось. Поэтому тут тоже есть определенные нюансы, но мы работаем. Александр Леонидович, мне очень жаль, будет времени, если мы его упустим, я знаю, что его, в принципе, нужно немало. У нас с вами более пяти минут, я бы очень хотела, чтобы вы представили нам киноновинки, которые ожидают гомельчан в ближайшее время. Вообще, каникулы новогодние, такое для вас благотворный период? Ну, не только для нас, для всех, для всех, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Это один из пиковых сезонов, это высокий, говоря, сезон новогодний. Конечно, под это... Что же вы нам приготовили? Новогодняя битва в этом году будет, как никогда, жаркая, хотя, против чем она каждый год жаркая. Ну, наверное, стартуем мы сейчас, вот, буквально завтра, «Изгой-1». Это ответвление «Звездных войн», ожидаемый проект достаточно. Но вместе с тем я хочу обратить внимание на проект, который идет у нас, как называемый, контрпрограмминг «Призначная красота». Фильм, где снялся Уилл Смит, Хелен Миррен, Кера Найтли. То есть фильм такой на очень лирическую, любовную тему и очень такой тривиальный подход. Это для женщин, девушек, это очень будет интересное кино. Поэтому, пожалуйста, мужчины, если хотите, да, вам приятное, приходите на «Призрачную красоту». Дальше, 22 декабря у нас стартует очень ожидаемый проект «Фантастика пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Пратом. Вместе с тем, те самые елки, те самые, снятые в лучших традициях первых трех елок, ныне уже елки пятые, с теми же героями и Ургантом, и Светлаковым, и лыжником со скейбордистом. То есть ряд героев ОСА, конечно, будут новые герои. Но то, что я видел в Москве, фрагмент фильма, там 20-минутный показали, вот действительно то самое новогоднее настроение создается исключительно. Кроме того, нам удалось договориться с московскими правообладателями, мы получили право показать в режиме превью показов главный анимационный блокбастер Нового года. Это «Три богатыря и морской царь». Причем мы его будем показывать не с 1 января, как он выходит в широкий прокат, а, внимание, с 24 декабря. То есть практически с даты каникул. Его уже можно будет посмотреть в наших кинотеатрах. Кроме того, анимационный проект не менее сильный – это «Третья снежная королева». Тоже фильм российских аниматоров, тоже анимационная комедия он называется. Фильм, тоже фрагменты я в Москве на прошлой неделе посмотрел, очень забавный, веселый, очень новогодний. Не совсем новогодний, но очень ожидаемый проект стартует 29 декабря. Он настолько сильный, что все даже голливудские компании поубирали свои фильмы, чтобы с этим проектом не конкурировать. Это «Викинг». Проект дирекции кино Первого канала России, продюсер Константин Эрнст. Проект, который главной роли Данила Козловский, который затрагивает историю князя Владимира. Но в том числе она для нас актуальна для Беларуси, потому что значительная часть событий происходит в том числе на территории современной Беларуси. Князерство Полоцкие и так далее и тому подобное. Это очень такой проект перед Новым годом. Настроение, конечно, не совсем новогоднее, но фильм очень мощный и очень зрелищный, масштабный. После Нового года любителей фильмов, снятых по мотивам игр, ждет фильм, снятый по знаменитой игре «Кредо-убийцы». Возможно, русское название не всем скажет, но английское «Assassin's Creed», я думаю, очень многим любителям, фанатам гейм-боев, оно станет приятным, очень приятным сюрпризом. Ну, а дальше, 2017 год, готовит нам очень серьезные проекты. Это и «Восьмой форсаж», это и «Пираты Карибского моря» пятый, это и «Гадкий я» третий. Это и новые проекты, такие, допустим, как очень широко рекламируется российский новый проект Федора Бондарчука «Притяжение» 24 января. Вот, это и, то есть, фактически фильмы разных жанров, которые на любой вкус, которые смогут, любой человек, который интересуется кином, может найти себе кино по вкусу в наших кинотеатрах. И если вы увидите, что палитра жанровая у нас соблюдается. Ну, это, конечно, белорусские фильмы, не стоит замечать, будут приоритетны. Это, конечно, мы все-таки, если получат разрешение, в январе мы покажем шумный фильм Андрея Курейчика, партизан-фильм. Если все будет нормально, по крайней мере, предварительные переговоры шли, хотя я обращаю внимание на телезрителей, что мы предварительно переговорили, хотя Курейчик везде говорит, что он уже со всеми областнями договорился. Тут еще немножко не все так гладко и чинно, как рассказывает наш уважаемый мэтр. И, в общем-то, белорусские проекты «Круги на воде», которые у нас ожидаются в Беларусьфильме, и проекты независимых режиссеров, видеорегистратор мы уже в январе пронируем, молодой проект. Проект «Разум», возможно, будет у нас, скорее всего, будет показано. Дело в том, что все, что снимается в Беларуси, это для нас приоритет, и мы стараемся найти место на наших экранах. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу всех еще раз поздравить с Днем Белорусского кино, пожелать нам всем крепкого здоровья, чтобы у нас его было ровно столько, чтобы нам хватало его и на наши личные заботы, и на нашу работу, и в том числе хватало на походы в кино. Ну и, конечно, материального достатка, чтобы его тоже подкрепляло вот это самое наше желание, общее желание ходить в кино, ходить в кинотеатр. Максимально, с комфортом. Максимально, с комфортом. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить всех своих коллег, ветеранов кино, за всех-всех тех людей, которые делают нашу жизнь ярче, интереснее и красивее. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо, спасибо за внимание. Генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Гомелькин» на видеопрокат Александр Лавриненко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова